Тили-тили-тили-тили-тили-ли-тили-ли-ли! Как-то не принято у нас с тобой говорить на тему каких-то комментариев в интернете, но вот есть интересный комментарий. Какие-то все-таки иногда мы с тобой обсуждаем. Есть интересный комментарий, он находится под роликом, который находится с 2019 года в закрытом доступе. В закрытом доступе. На этом ролике Сидишь ты, Аня И Андрей И это была тренировка Это тренировка, когда мы учились Входить в состояние и брать информацию Это начало 19-го года Причем даже, наверное, конец Не, начало, наверное, 19-го года Все-таки, потому что ты уже там присутствуешь А ты где-то в начале там и появилась Да, я где-то, да Я в конце 18-го появилась Но вот в таких Я где-то, да, в апреле Да, вот это начальные И там мы делали прогноз На 19-й, 20-й, 21-й Ну, в общем, как пойдет Больше говорил Андрей И вырезана в основном часть, где говорил он Немножко говорила Аня И какие-то фразы были от себя Но сам факт, что это был тренировочный ролик Абсолютно Тогда тренировали, помнишь, мы много людей Мы кайфовали, мы просто тренировались И кайфовали Это была тренировка Тогда мы не помышляли о состояниях создания Вообще Если бы тогда кто-то сказал на тренировке Что я буду создавать реальность Да, его бы засмеяли То есть тогда восприятие было вообще Тогда восприятие у нас получилось Тогда, конечно, больше было по регрессивному гипнозу Вот этих вот вещей во время погружения Но я была шокирована, когда я прочитала вот этот коммент Человек висит в закрытом доступе В наблюдении И он пункт за пунктом выписал Скурпулезно Скурпулезно Вот ты чужой бред Никогда не будешь писать скурпулезно А этот человек висит на чужом бреде Вопрос зачем? Смотри, это как, знаешь, так Я все запоминаю Я все помню Я за всеми Слушаем Комментарий Сейчас ноябрь 23-го года Краткие тезисы этого видео Которое было снято в 19-м году Россия Путин активно готовит себе преемника Сам умрет в 2031 году Рубль укрепится В России будет расцвет технологий И все будет прекрасно Россия будет осваивать Антарктиду Украина Зеленский уйдет в середине срока То есть в 21-м году Все будет сваливать на своих министров Сам слабый, как веточка И его можно сломать, как веточку Кстати, на самом деле Но здесь и да В ЛНР и ДНР все само по себе затухнет Украина опять станет Украиной Вернется Украина Вот прямо чувствую, чувствую Еще не вечер, на самом деле Вы зря ее похоронили Украина остается Украиной США После Трампа придет новый президент Который будет одеваться в техасском стиле В клетчатой рубашке и шляпе Это Байден, который всю жизнь проработал На дипломатической работе в Вашингтоне На самом деле Байден в клетчатой рубашечке И в его наряде очень даже вписывается Но ладно Беларусь Будет преемник Лукашенко Нет, нет, не артист, как Зеленский, не дай бог Беларусь сверкает золотом Расширяются границы Будет подъем торговли Вижу, граница уходит в сторону Наверное, новой столицей будет Вильнюс Ха-ха-ха Это, кстати, не от нас Новой столицей будет Вильнюс Да, это не наша Не наша фраза, это ваша фраза Но А на самом деле Беларусь Все двигается в этом Единственная страна, которая разумно себя показала Во время пандемии Единственная страна, которая реально не участвует Вот в таких суровых условиях Когда начиналась война Она умудрилась в этих страшнейших условиях Не ввязаться в войну Это надо было настолько быть мощным политиком Чтобы вот это все провернуть И остаться Что то, что вы здесь пишете, вообще херня Поэтому про Беларусь пока еще не вечер Про Беларусь вообще мы в яблочках говорили Северная Корея внезапно Ким Чен Ын уйдет через год То есть в 2020 году Кстати, Ким Чен Ын был в предсмертном состоянии Но потом чудом остался жив Удивительно, каким чудом он остался жив И как раз в 2020 году Просто вот прям-прям-прям Дальше Ни слова про пандемию Про протесты в Беларуси в 2020-2021 Про нападение России на Украину Про войну в Израиле Наталья Зайцева Вам не стыдно заниматься такой хренью? И человек вот прямо Манипулятор Видео 2019-го в 2023-м Вам не стыдно заниматься такой хренью? Так четко, вот просто В общем, я прочитаю Ответ Ответ И потом еще ответ Да Сейчас, сейчас, сейчас А где мой ответ под этим видео? Сейчас я просто открою само видео Потому что ответы по мере А, у тебя есть это Да Стыдно? Ответ Стыдно ничего не делать А тренировать людей Не только не стыдно Но и очень полезно Благодаря этому Мы вывели из аута и болезней Сотни людей Позволили себе И им осознать В себе создателя Через практическую работу И понять Что И понять Что мы создаем И определяем все Включая и те события Которые происходят Не угадываем Не пророчествуем А создаем Где внимание Там и создание И учимся теперь Шаг за шагом Осваивать эту опцию В своей психике А у вас программы стыда А это программы Подстраивания Под коллективное На выгоде На той На которой Потом запускаются болезни И это Мы тоже расписали И разложили в книгах Которые были созданы За это время Пока вы висите в коллективном Мы создаем новое свое И будет новый сценарий И новая игра Так что Каждому свое Спокойной ночи Молодцы И самое главное Только пришел комментарий Набор слов И ничего Ничего по существу А давайте разложим По существу А по существу С 19 по 24 год Написано 9 книг По существу Мы ушли От регрессивного гипноза И теперь Вот эти видео Тренировочные Которые хотя бы есть В открытом доступе Они напрямую Показывают Какой бред Человек берет Из регрессивного гипноза На самом деле Вот эти видео Изначально-то Они начинались С агрессивного гипноза И мы ржали И мы стебались Мы об этом Честно и открыто говорили Но Не заснув Ты не можешь проснуться Не научившись Входить в состояние регресса Ты не сможешь Потом проснуться Ты не можешь А тебе надо Дальше шаг сделать А это только В тренировках Четыре года Тренировок И четыре года Которые дали Действительно Моменты Которые сегодня Можно уже расписывать С психологической точки зрения Как в психике Формируется жадность Как формируется гордыня Как формируется зависть Зависание И зачем Это зависание Сформировано Вот этот вопрос Я второй раз задаю Для вас Называющий себя Хелен Мне не хочется Углубляться Просто в эту тему Дальше Но Мы расписали Очень много вещей Которые На сегодняшний день Можно рассматривать Даже как Научные труды В психологии Не только Вот пройти На отсознание Углубиться Подсознание Систему Зеркал Опять-таки Мы раскрашили Интуицию И ту же самую У нас очень много Моментов На которых Базировалась Наука и религия Все пошло В разнос В разнос И очень глубоко И очень аргументированно Этого бы ничего Не случилось Если бы тогда Мы не тренировались Вот так на диване И это по существу Но можно было Застрять На том диване И продолжать И сейчас Нести Пургу На сегодняшний день Очень много Регрессологов Которые Кстати В официальной Психотерапии Идете с ним Нормальную Психотерапевтическую Работу Если вы ограничитесь Гипнозом Без инфодайвинга Никогда Вы нанесете Вред И это будет Обман Это шарлатанство Но вы не идете туда Вы пишете Наталья Зайцева Как вы посмели Пойти дальше Какое вы имели Право Это делать А вот это все Не аргументы Набор слов Не по существу Прикинь Я вообще Когда зависаю Над этим человеком Мне такой смех Разбирают внутри Это как Человек Просто шагает Знаете Как качели И шагает С одной стороны качели И на другую Зачем Потому что Когда у нас Циклическая Ошибка Когда замкнула Человека А когда будет Вторичная выгода Для этого замкания И какая это будет Вторичная выгода Дорогая Хелен Или дорогой Хелен Или дорогой Хелен Давайте поговорим Об этом И наверное Это вам Мы уже второй раз Отвечаем Потому что Было Пару лет назад Еще один вопрос И отвечали на него Потому что Когда мы Немножко подгрузились На вас Почему-то Вылетел ответ На тот вопрос Ну ладно Прошлое Пускай останется В прошлом Ну информацию Жж не спрячешь Да и суть Не в этом И суть Не в этом Стыдно Когда человек Ничего не делает Стыдно Когда человек Зависает А вообще Давайте разберем Что такое Программа Стыда Коль вы уже И ставите вопрос Не стыдно вам Наталья Зайцева Нет Мне не стыдно Мне не стыдно Потому что Я работаю По 18 часов в день Мне не стыдно Потому что Я тренирую людей Мне не стыдно Потому что Я ищу новое Мне не стыдно, потому что благодаря моим открытиям поправилась куча людей. И встреча в Москве, если бы она была стыдная, она бы не была бы с цветами, со слезами и даже с вставанием человека на коленях в благодарности за своих детей. Этого бы ничего не было. А это было, это проживалось. И сегодня можно видеть ролики. А можно зайти на Сабришин, заплатить 10 долларов и увидеть эту встречу целиком. И вот там понятно, кому стыдно. Стыдно тому, кто ничего не делает. Стыдно тому, кто завис на диване. Стыдно тому, кто не развивается. Стыдно тому, кто увяз в религиозных взглядах. Стыдно тому, кто не имеет собственного, а висит в коллективном. Вот это стыдно. А знаете, почему стыдно? Потому что программы стыда – это программы подписывания в коллективное. Программы стыда в человеке развивались когда? Когда он жил в пещере, и в пещере собралось стадо людей, и это стадо выживало вместе. И если ты не вписывался со своими программами в это стадо, то ты мог быть изгнан из пещеры, и тогда бы ты не выжил. Тебя бы затоптали динозавры или мамонты. Вот, и тогда ты вынужден был вписаться в коллективное, а вписывался он и подстраивался, и лгал в коллективном, и лицемерил в коллективном. Ты за счет чего? За счет программ вины, обиды, вот все вот эти манипуляции, ужинки, предательство себя и так далее. Это что? Это стыд. И именно на программах стыда сегодня базируется религия. Дорогой Хелен. Итак, давайте будем манипулировать стыдом по привычке. Вместо того, чтобы взять и начать работать, идите и работайте. Попробуйте все на себе. Проживите на себе. Критиковать легко. Осуждать легко. Наезжать легко. А поработать и сделать то же самое самому. Знаете, как сидеть, осуждать, взвешивать. Это, знаете, это как бабка или бабки на скамеечке старенькие. Они сидят и обсуждают. Им нечем заняться. И кроме как, вот они нашли интерес обсуждать прохожих. Всех, кто проходит мимо. Вот это об этом. Именно когда старушки, ну, нечем заняться. Вот они свою жизнь, они уже все. Они решили, что у них закончена жизнь, кроме как наблюдать там за соседями и прохожими и перемывать им всем косточки. Вот это ваша суть. На самом деле функция наблюдать – это очень хорошая функция. Мы ее очень часто пользуемся. Но смотри, насчет наблюдать. Вот у нас на встрече было два мужчины, которые запомнились, которые подошли и искренне не рассказали, как они все эти годы наблюдали за нашим развитием. Как сложилась их жизнь и как взаимодействие с инфодаймингом полностью перевернуло их жизнь после отставки. Переменила в лучшую сторону. В сторону счастья, в сторону здоровья, в сторону осознаний, в сторону, в сторону, в сторону. Но они тоже наблюдали. И они пришли, искренне рассказали. Мы обнялись, поцеловались. И было очень приятно, что люди не лгали нам. Они просто честно обо всем рассказали. На самом деле функция наблюдать – это очень хорошая функция. Конечно. И вопрос, в какой русло ты наблюдаешь. В какой-то момент наблюдатель может выбрать или оставаться ему, продолжать наблюдение. А это уже будет сон, если он будет просто наблюдать. Он истнется. Наблюдение идет и засыпание. Либо все-таки шагнуть. Куда-то шагнуть. То есть, благодаря наблюдению шагнуть. То есть, выбрать свою дорожку, свой путь. А как выбрать, чтобы не ошибиться? Это услышать себя. Все вот эти книги, я могу сказать, просто мне доказывать никому ничего не надо. Ну, их надо растянули. Просто мне даже доказывать никому не надо. Я знаю. Для меня этого достаточно. Все эти книги, они просто из нашей психики, мы в интересе, мы доставали. И это действительно тот источник, искренний источник. Когда ты понимаешь, что ты достаешь эти знания, ты грузишься в себя, ты слышишь, чувствуешь себя, ты их достаешь. И они ложатся на бумагу. И когда ты выходишь из этого состояния, ты понимаешь, когда ты уже умом начинаешь анализировать, ты чувствовать начинаешь их, потому что ты не разумом, ты не можешь уже их не чувствовать. Потому что это как дитё твоё, которое вот оно, вот оно, любимое. И оно настолько естественно, и оно искренне. Именно поэтому люди очень часто, поначалу они слушая, поначалу, ну им мешают программы коллективного. Они поначалу что-то откидывают, что где-то смеётся кто-то, где-то что-то. Но если они продолжают слушать, да, и не отходят, а продолжают, они в какой-то момент у них просто включается тот же родник искренности. И они начинают слышать, они понимают, блин, так здесь же на самом деле это так, это так. И это так. И они начинают углубляться, уходить в себя. Начинают слышать себя, начинают видеть мир. Начинают осознавать свою жизнь, любить. Начинают чувствовать благодарность к себе. Вот оно, вот та чистота, вот та родниковая вода. Вот то самое чистое сознание, которое действительно... Перекрыто религией. Перекрыто, да. То самое сознание, которое чистое сознание, которое мы с Натальей, вот мы положили в книгах. Да, мы когда перечитываем... Пробуравили. Пробуравили, да. Да, идя четко в своем интересе, идя в этом, в одном направлении. И когда, если начинаешь читать вот нашу книгу «Надсознание», да, вот сейчас, да, ты понимаешь, ты читаешь, ты понимаешь, блин, вот если из ума ее брать, блин, вот с поверхности уже мы умеем, мы можем, это уже на свои возможности, это для нас нормально, то есть абсолютно нормально быть в двойном восприятии. Как это? В двойном восприятии наблюдение создание. Ну, ладно. Вот, когда ты можешь и из ума посмотреть, да, и из разума, так вот, когда, понимаешь, ты читаешь, вот если из ума, ты понимаешь, блин, бред, бредом, вот кажется. А в какой-то момент ты понимаешь, что ум начинает уже направляться, да, а если, а если уже читать из этой позиции, вот, то есть из разума, да, ты понимаешь, что да, для ума поначалу это как, просто ум не может охватить этот объем. А для разума все понятно, все, вот оно через чувство, оно открывает глубину. Ум, он однонаправленный, он не может охватить сразу-сразу все-все-все. У него надо, это так, как этот, автомат, машина. Она ее запрограммировал, и она будет двигаться в одном направлении. Она не может выбрать направление, если ты только сам ее не запрограммировал на два направления, допустим, или на три. Ум нужен для игры в объективной реальности. А в объективной реальности человек будет ждать, что такое объективная реальность? Это реальность, которую вы создали, вынеся из себя Бога и вынеся из себя ответственность за свою жизнь. Типа, это не я. Вот как только вы создали не я, вам нужен ум для того, чтобы там в этом не я копошиться, в этой объективной реальности. Но до нас никто не смел говорить о том, что Бог в человеке. И полностью вся реальность является субъективной, созданной этим сознанием. Это перекрыло религия тем, что вынесла Бога куда-то на солнышко и назначила себя посредником. Так вот, вернув создателя в человека то, что сделал инфодайвинг, мы показали, что, ребята, вы полностью осознаете и создаете свою жизнь. Вы создатели своей реальности. Если я создаю, то какая мне нахер разница, что будет происходить где-то, что не в моей реальности? У меня нету этой объективной реальности и быть ее не может. А в моей реальности сегодня Беларусь расцветает. В России с апреля месяца начинаются световые процессы. Полностью солнце встало. Эти две стороны будут красиво жить и границы будут расширяться. Они будут падать. И сегодня мы уже видим, что поехали товары и полетели самолеты над Беларусью. Все у меняется. Этого не может не быть, потому что в нашем сознании это уже есть. И точно так же то, что появляется в нашем сознании и в сознании человека, проснувшегося, любого, даже если этим человеком со временем, когда-нибудь, если вы станете искренним, то вы станете найти рельсы, Хелен, уважаемый, то это возможно случится, потому что абсолютно в каждом сознании мы видим себя и осознаем этого себя чистым. И когда мы из чистоты, из проснувшегося состояния осознанно создаем, мы создаем то, что мы потом проживаем и видим в своей реальности. И тогда у нас нет объективной реальности. У нас есть наша реальность. И в нашей реальности не было пандемии. Мы как летали, так и летали. Не было ограничений. Все прошло мимо. Не было и нет. Оно уходит из нашей реальности, как отсутствующее. Я вчера услышала про то, что ведутся бои где-то там в Авдеевке. И что там много людей гибнет и так далее. У меня было... Я как-то услышала, думаю, блин, уже вроде как эта игра давно закончена где-то. А потом понимаю, что я слышу это как будто это с чужого компьютера. Нету этого нигде здесь. Те, кто хотят играть в танчики, те играют в танчики. Те, кто хотят играть в голубых зайчиков, играют в голубые зайчики. Те, кто хотят играть в отмороженных девочек, играют в отмороженных девочек. Абсолютно. Выбор за каждым. А те, кто хотят спасать детей Африки от голода, спасают детей Африки от голода. Но в моей реальности этого нет. А суть, да. Вот выбор за каждым. Вопрос, что я впущу в свою реальность. Да. Вот в этом. Так вот, об этом заговорил инфодайвинг, о том, что человек создатель своей реальности. И заметьте, очень много людей, которые умудрились отвалиться от религии и от коллективных игр, вдруг начали поправляться и вдруг начали выздоравливать. Из чего бы эта неизлечимая болезнь, которая в коллективном считается неизлечимой, в индивидуальном вдруг нормально под сознанием убирается, как за ненадобностью? Потому что человек изменился, потому что человек вернулся домой, человек вдруг проснулся и вспомнил, что Бог в нем. И тогда получается, что что делает религия? Она рассеивает болезни. Вынося ответственность, человек становится слабее. И человек, особенно когда он уходит в состояние сострадания, вины, обиды, стыда, дорогой Хелен, стыда, в кое вы манипулятивно пытались вогнать. Для чего? Для того, чтобы человек болел? Вы же эту болезнь будете видеть в зеркало, она же в вашем подсознании отражается. У религии очень, кстати, актуальна тема стыда, да? Как оно там... Манипуляция. Как это оно там говорится? И стыда, и алкоголь. Грех. Грех. Вот грех. Грех. Стыдно, да? Это грех. А стыдно – это что? Вот просто... Вот русский язык... Ну, это вообще, не знаю, подсознание настолько стебется. Вот просто. Просто невероятно. Создатель стебется, когда создает игру. Просто невероятно. То есть у тебя перед носом даже слова ты можешь, вот если ты просто послушаешь, почувствуешь, или... Ты всегда будешь смеяться. Всегда будешь смеяться, потому что даже слово «стыдно». Ты дно. Ты дно, то есть тебе дно. Ты в себя дно бросаешь каждый раз. Ты не даешь себе выкоробкаться. Сиди на дне. Тебе стыдно. Стыдно сидеть. Вот действительно на дне и туда постоянно. Ничего не делать. Да, и думать, что мне же стыдно, мне не надо проявляться, иначе же это стыдно. Так вот это и есть. Ничего не делать и не двигаться. А ты двигайся, иди к свету. Иди, занимайся делом, а не сиди и этот ролик пересматривай, записывай. И придет время, и я им покажу. Какой вкус. И я им напомню, как ха-ха-ха. А то, что ваша жизнь, Хелен, прошла за 4 года просто впустую, в ожидании, да? Вы даже этого и не заметили. Более того, вы даже не заметили о том, что функцию наблюдения очень легко перевести в функцию создания. Очень легко. Но при одном условии, при одном условии, искренний интерес. А искренний интерес, искренность, она предполагает чистоту. Да, и он возможен только тогда, когда человек начинает... Представляете, для вас это невозможно. Не кого-то, а себя. Чувствовать себя, слышать себя. Но при этом в благодарности за то, что есть вокруг его окружение, которое ему подсвечивает. И благодаря этому подсвету он себя вдруг услышал, увидел. О, аллилуйя, я есть! А в искренности человек бы мог говорить про стыд и манипулировать этими делами? Нет, это только в служении. Только в служении, да. Да, вот в этом служении и отличается, что служил-служил, и дослужился, и болеешь. И страдаешь. А как по-другому подсознание? А своя жизнь, она просто... Ну, ее нет. Профукана. Ее нет. Ее нет, и потом тогда... И вроде такая была умиротворенная, такая хорошая, такая наблюдающая. И вроде казался таким умным, а на повестке дня казался таким пустым. И жизнь пустая. И когда, да, и когда вот перед чертой, да, пред самим собой, вот тогда больно. И вот с этой болью человек уходит в следующую жизнь. И опять в следующую. И как шанс. Ну, а вдруг в следующий проснусь. Но ушел-то с болью, и с болью просыпается. Есть о чем задуматься. Есть, Хелена, о чем задуматься. На самом деле, возможно, вот этот ролик, мы, представьте, даже ради вас постарались. Хотя, наверное, не ради вас. Ну, да. Нет, конечно. Мы ничего не делали ради себя. А на самом деле, мы вот четко знаем с Натальей, да, и в нашей памяти зафиксировалось, очень хорошо зафиксировалось. Мы предсказали, не то, что предсказали, мы увидели и начало пандемии, мы увидели и проблемы с пандемией в Европе, в апреле, в мае в Европе. Да, и то, что в Беларуси, это просто, как коснется, как этот, вмятинка, мы просто будем наблюдать. Все это у нас было, просто мы не выставляли, не выставили. Ну, так получилось это. Потому что, на самом деле, суть была наша, цель наша была, наш интерес. И они показали, что это. Показала уйти от объективного в субъективное. Да. Потому что иначе идет служба объективному, и ты не можешь отцепиться от него. Вот этот момент перехода и работы с эго, это очень важный момент. И он тоже нами был переходно проделан. Поэтому очень многие вещи мы сейчас, те, которые уже идут из нашего создания, мы начинаем тихонько озвучивать, проталкивая в объективное. Но это уже идет из создания, это уже идет не из объективного первичного. Нет у нас больше объективного. Мы его растворили. Мы его растворили где-то в 22-м году, полностью убрав из нашей реальности. Нет у нас объективного. У нас есть только то, что создано нами, в нашей реальности. И те игры, которые пока еще подкачиваются автоматически по нашим кармическим сценариям, которые мы каждый раз отлавливаем и говорим, стоп, 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 игра. Но пока всех тараканов не выловишь, работа продолжается. И выхилен тоже один из наших тараканов. Спасибо, что этот таракан есть. В пятницу у нас будет клубное тренировочное занятие по информации, по работе с информацией. Смотрите, расшаривание информации, ну мы это слово еще употребляем, оно применяется, когда мы работаем с объективной реальностью. Слово, когда мы вписываем в объективную реальность нашу субъективную реальность, так, что она вписывается и заходит туда. Вот это работа с информацией, которую мы будем вести на клубах. Это с осознанием предмомента и после момента, здесь и сейчас. То есть, когда наша информация становится доминантной в коллективном. Но как бы она там была или не была, да, вот как сегодня спрашивали про цивилизации, а были они или не были, да. А вот учиться вписывать свою информацию так, что коллективная ее принимает, потому что это коллективное есть плод твоего создания, вот этой работой мы будем заниматься на клубах. То есть клубы немножко видоизменятся, но мы будем работать так. И, кстати, я сегодня увидела на эту тему, именно по тому, как информация наша втекает в коллективное. Это, я не знаю, насколько это правда, но вроде правда. Закон о всеобщем счастье предложила принять Валентина Матвиенко. И как раз совсем недавно вот на тему, ну ладно, не буду продолжать, именно по Питеру и по руководству Питера общались и задавали вопросы. А сейчас ржач вообще, что Валентина Матвиенко предложила такой закон. Это невероятно, ребята. Это вот втекание чистого сознания, инфодайинга в мозги, причем через седьмые головы. Вот так. И это на самом деле очень круто. Вот поэтому вот этим вещам мы и будем учиться. Если вам захочется назвать это техниками влияния, это неправда. Здесь нет влияния. Нет голов, которые бы не были созданы нашим сознанием. Я имею в виду сознание каждого из вас. Но есть головы, которые осознают это создание, а есть головы, которые не осознают. Вот мы предлагаем научиться быть. Научиться быть, потому что мы тоже сами еще учимся. Быть головами, которые осознают, что и как они создают, и что и как втекает. А смотрите, а вот эти уже техники, они уже получаются, идут на абсолютной искренности и интересе. Абсолютной. То есть вот родниковая вода, только такое втекание возможно. А это значит, что вот на этих клубах, задачи этих клубов, благодаря вот этим головам, которые мы видим, мы хотим четко осознавать в них себя и убрать всю грязь, что вносит искажения. Это работа с собой, это убирание грязи у себя. То есть это вот конкретно чистка зеркал благодаря тому, что мы работаем с информацией, чтобы любая информация, с которой мы работаем, она не разбивалась о наш травматизм и о нашу грязь и не искажалась ими. А мы осознали и травматизм, и грязь, и род, и дальше. И дальше идут следующие контуры. Контур государства, контур земного шара, с которым мы работали на курсе род. И я очень благодарна. И потом на следующем практикуме я очень благодарна участникам этого всего, потому что сейчас, когда мы наблюдаем изменения, вот сейчас изменения, которые идут в мире, внимательно проследите за новостями, там уже виден след нашей работы, след чистого сознания. Вот это то, куда мы идем, мы осознаем, что объективная реальность растворяется, остается только субъективной. И мы учимся создавать из любви, из счастья, из благодарности, вот из этих состояний, чтобы новые игры были другими. Вопрос какими? Игру в войнушки, в танчики придумать легко. Придумайте игру в счастье, которая была бы вам интересна. Да? Казалось бы, ну что там такое-то, я счастлив, я счастлив. Да, из-за того, когда-нибудь это состояние, я счастлив, я счастлив. И это развитие сознания, продвижение на следующую ступень. И этот путь в бесконечность, потом будет снова смена игры уже в следующий состояние. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok